Терешкова Валентина Владимировна. Первая в мире женщина-космонавт. Герой Советского Союза. Депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва. Член фракции Всероссийской Политической Партии «Единая Россия». Заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Член Высшего Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия». Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в городе Масленниково Ярославской области. Детство и юность провела в городе Ярославль. В 1953 году окончилась 7 классов средней школы номер 32, а потом еще 2 года училась в школе рабочей молодежи номер 10. В этот период девушка работала браслетчицей на Ярославском шинном заводе в цехе номер 5, а со 2 июня 1955 года работала ровничицей на Ярославном комбинате технических тканей «Красный перекоп». Следующий этап жизни Валентины Владимировны также не предвещал тех высот, которые ей предстояло достичь. Она заочно отучилась в техникуме легкой промышленности и 7 лет проработала ткачихой. В это время Терешкова начала увлекаться парашютным спортом, с удовольствием ходила в местный аэроклуб и бесстрашно прыгала с больших высот. Именно это хобби Валентины предрешило ее судьбу. По счастливому стечению обстоятельств, как раз в то время советский ученый Сергей Королев загорелся идеей отправить в космос женщину. Идею приняли благосклонно и в начале 1962 года начались поиски той представительницы прекрасного пола, в которой предстояло получить гордое звание космонавт. Критерии были следующие. Парашютистка в возрасте до 30 лет, весом до 70 кг, ростом до 170 см. На удивление, женщин, желающих отправиться в космос, оказалось очень много. Работники индустрии космонавтики долгое время искали идеально подходящую претендентку и сотен кандидатур. В результате жесткого отбора определились пять финалисток. Ирина Соловьева, Валентина Пономарева, Татьяна Кузнецова, Жанна Йоркина и Валентина Терешкова. Все девушки официально призвались на воинскую службу, получили звание рядовых и начали усердно тренироваться. Изначально Терешкова проходила обучающую программу пранги слушателя-космонавта второго отряда, но вскоре, успешно сдав все экзамены, стала космонавтом первого отряда первого отдела. Сложные тренировки включали в себя приемы для развития устойчивости организма к особенностям космического полета. Так девушки учились перемещаться в невесомости, испытывали ресурсы организма в термокамере и судокамере, выполняли парашютную подготовку, осваивали использование скафандра. При выборе единственной претендентки, которой предстояло совершить запланированный полет, учитывалось прохождение тренировок, знание теории, уровень практической подготовки, результаты медицинских обследований и происхождение. То, что Валентина Владимировна являлась родом из простой рабочей семьи, лишившейся кормильца во время войны, сыграло ей на руку. А также учитывалось умение вести общественную деятельность. Если по первым двум пунктам другие кандидатки не уступали Терешковой, то в навыках выступлений на публике ей не было равных. Валентина Владимировна легко общалась с журналистами, давала лаконичные и естественные ответы на вопросы. В конце концов, ее выбрали главным кандидатом на полет в космос. Статус дублирующего космонавта получила Ирина Соловьева, а запасной претенденткой назначили Валентину Пономареву. Первая женщина отправилась в космос 16 июня 1963 года. Полет продолжался трое суток. Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток-6», взлетевшем с Байконура. То, как первая женщина-космонавт провела старт, какие доклады озвучивала, получила высокую оценку специалистов. Говорили, что женщина провела старт лучше опытных космонавтов мужчин. Но неожиданно после старта самочувствие Терешковой ухудшилось. Девушка мало двигалась, не ела и вяло вела переговоры с наземными станциями. Но тем не менее смогла продержаться трое суток, сделав 48 оборотов вокруг Земли и на протяжении полета исправно вела бортовой журнал. За некоторое время до предполагаемой посадки у первой женщины-космонавта возникли проблемы с оборудованием космического корабля. Из-за неправильного монтажа проводов управление Валентины Терешковой не сориентировало корабль вручную. Однако «Космос-6» все-таки оказался сориентирован и посажен на поверхность Земли благодаря использованию автоматического режима, в котором подобной проблемы не возникло. После приземления Терешковой все телестудии страны показали кадры этого события. На самом деле это была постановка, которую сняли через день. Дело в том, что ей было так плохо, что доктораны стояли на госпитализации и ни о какой съемке в первый день речь не шла. Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 22 июня 1963 года за осуществление длительного полета в космосе на корабле-спутнике «Восток-6» Валентина Владимировна Терешкова удостоена звания Героя Советского Союза. С тех пор Валентина Терешкова больше не летала в космос. Женщина стала инструктором-космонавтом. Работала в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина как старший научный сотрудник. Даже окончила военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, став профессором, написав свыше пяти десятков научных трудов. Валентина Владимировна даже заявляла, что готова отправиться в полет на Марс в один конец. Указом Президента Российской Федерации номер 458 от 5 мая 1995 года Валентине Владимировне Терешковой присвоено звание генерал-майор авиации. В связи с достижением предельного возраста, приказом министра обороны от 30 апреля 1997 года Терешкова отчислены из отряда космонавтов. В 2000 году Британская ассоциация, ежегодная ассамблея женщин присудила Валентине Терешковой почетный титул «Величайшая женщина 20-го столетия». Далее Терешкова продолжила заниматься политикой. Во времена Советского Союза она являлась членом коммунистической партии, а в 2000-х годах избиралась депутатом областной думы родного Ярославского региона от партии «Единая Россия». В марте 2008 года Валентина Владимировна Терешкова избрана депутатом областной думы Ярославской области. Тогда же она стала заместителем председателя Ярославской областной думы. Валентина Владимировна участвовала в церемонии открытия Сочинских Олимпийских игр 2014 года. Тогда же стала президентом благотворительного фонда «Память поколений» и поспособствовала открытию университета и ряда других учреждений в Ярославле. На выборах 18 сентября 2016 года Терешкова Валентина Владимировна избрана депутатом Государственной думы 7-го созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Является заместителем председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. С 2011 по 2019 год в течение исполнения полномочий депутата Государственной думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Валентина Владимировна выступила соавтором 21 одной законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов. На заключительном пленарном заседании Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 18 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев наградил депутатов правительственными наградами и грамотами. За заслуги в законотворческой деятельности, направленные на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, Валентина Владимировна Терешкова удостоены медали Столыпина второй степени. Частную жизнь Терешкова всегда держала под замком, да и не принято было в то время заводить близкие отношения до брака. Тем не менее, пресса упоминала о женихе Валентины Роберте Силине, с которым она посещала аэроклуб в Ярославле. После отъезда в Москву их общение прекратилось. Позднее за девушкой ухаживал Валентин Арестов. Вместе молодые люди гуляли по городу и посещали кино. Замуж первый раз Терешкова вышла за космонавта Андриана Николаева. Они расписались в 1963 году и на торжественной части бракосочетания, которая прошла в доме правительства, присутствовал Никита Хрущев. Позднее праздник продолжился в Звездном городке. Через год в семье появилась наследница, дочь Елена. Младенцу медики проявляли повышенное внимание, так как девочка стала первым в мире ребенком, оба родителя которого побывали в космосе. Беременность Валентины протекала тяжело, она весь срок находилась в больнице. Девочка появилась на свет ослабленная, но абсолютно нормальная. Супруги прожили до 1982 года, пока их единственной дочери Елене не исполнилось 18, а потом развелись. Валентина никогда не рассказывала подробности своей личной жизни, лишь однажды обмолвилась, что Николаев только на людях был примерным отцом и мужем, а на самом деле это был жестокий и деспотичный человек. И семья распалась именно по этой причине. Второй раз Валентина вышла замуж за Юлия Шапошникова, генерала-майора медицинской службы. Совместных детей с Юлием у Терешкова не было, зато дочь первой женщины-космонавта Елены Терешкова дважды сделала ее бабушкой. У нее родились два мальчика – Алексей Майоров и Андрей Родионов. Старший уже побывал в армии и отучился в МГУ, а младший увлекается игрой на скрипке. Примечательно, что мужьями Елены оба раза были летчики. Сама же Елена не связана ни с космонавтикой, ни с авиацией. Она работает хирургом-ортопедом в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Пирогова. Валентина Терешкова много времени уделяет своей семье. Также продолжает строить политическую карьеру. Она очень любит свою родину, поэтому старается сделать для Ярославля как можно больше. Она оказывает помощь местному детдому, школе, в которой училась, участвует в благоустройстве города. С ее помощью открываются новые школы и промышленные предприятия. Улучшается инфраструктура.